Добрый день, у микрофона Ольга Балезина. Напротив меня наш гость, генеральный директор компании «Нанолег» Михаил Некрасов. Здравствуйте. Добрый день. Поводов у нас для встречи несколько. Ваша компания, кстати, всегда имеет какие-то поводы для того, чтобы об этом поговорить. Мы сегодня про и десятилетия, которые отменили в этом году, и про будущее. Но начнём, наверное, с вакцины. Вакцина – главное слово последних, наверное, полутора лет. И вакцина – один из ключевых фокусов компании «Нанолег». Вы уже анонсировали то, что будете разрабатывать собственные вакцины и выпускать. Хочется спросить, что уже сделано, какими силами вы это делаете, когда нам ждать какие-то первые препараты, которые разработаны здесь у нас в Кировской области. Учитывая, что пандемия на самом деле застрела всю проблему вакцинации, с какой-то болью всё-таки всю вакцинацию проходит. Но, тем не менее, противопрививочное движение тоже активизировалось. И сейчас мы понимаем. Но и раньше было. Потому что наше предприятие стратегически для себя определило работа на вакцинном рынке. И стратегию компании мы так и записали, что мы концентрируемся в основном на производстве вакцин, причём педиатрических. И с учётом вот этой деятельности, конечно, когда пришла пандемия, то в этом случае мы не могли остаться просто в стороне, поскольку специализируемся на этой теме. И мы приступили к разработке собственной вакцины против ковид. Не всё так просто. Мы уже этим занимаемся больше года. Я бы не сказал, что там какие-то прорывы у нас по разработкам, потому что вообще наука, она такая. То есть может получиться, а может не получиться. И к этому развитию событий тоже надо быть готовым. Мы имеем свой центр РНД. Это центр ранней разработки, который как раз занимается разработкой новых препаратов, но в том числе и вакцин. Он у нас здесь? Нет, это находится у нас в центральном офисе в городе Москве. Потому что нам в этом случае нужно привлекать силы, научные институты. И это действительно делает лучше в центре, поскольку там мы все эти разработки ведём в партнёрстве с другими научными институтами. Потому что чисто одной компанией создать какой-то оригинальный препарат или вакцину, но это не под силу. Нужно задействовать практически много научных центров, много привлечь людей, академиков, чтобы создать нормальный препарат. Это всё, что касается вакцины, вообще оригинальной. И работа продолжается. Создание вакцины – это очень длительный процесс. В целом он занимает и 5 лет, и 10 лет, смотря как идёт разработка. Ну, пандемия просто подстегнула, тут деваться некуда. То есть, в этом случае, те вакцины, которые сегодня на рынке, да и то, они же разрабатывали ещё до этого. То есть, в этом случае, платформа вакцины, она уже была, над ней работали уже давно. Просто на этой платформе, кто этой платформой занимался, значит, быстро была создана вакцина в институте Гамалеи. Естественно, вектор наш, новосибирский, это академгородок, ну, понятно, который занимается десятилетия уже созданием таких иммунобиологических препаратов. Ну, и, там, скажем, институт Чумакова, который также имеет давние традиции по разработке лекарственных препаратов, в том числе вакцины против полимелита. Вот мы также в партнёрстве с нашими коллегами с Комбиотеха разрабатываем вакцину ВПЧ. Да, это будет полномасштабная вакцина, то есть, полного цикла от антигенов до готовой лекарственной формы. Это вирус папиллом человека, так оно расширается. Вот, поэтому вот над этой темой мы в партнёрстве уже с Комбиотеха, мы уже продвинулись и практически выходим на клинические исследования. То есть, ну, всё равно, то есть, даже если сегодня мы начинаем клинику, мы планируем эту вакцину выпустить в 2024 году. Но это будет действительно наша вакцина по полному циклу, полностью отечественный вариант. И у нас на рынке сегодня присутствуют вакцины от ВПЧ, да, но российской вакцины как таковой нет. Поэтому мы будем первые на российском рынке, которые, на самом деле, сделаем эту вакцину по полному циклу. Но вот я, насколько знаю, вакцинация от ВПЧ достаточно дорогостоящая сейчас. То есть, у нас есть шанс снизить какие-то стоимости вот этого для человека. Конечно, ну, конечно. То есть, в этом случае, когда разрабатывается отечественная вакцина, то в этом случае цена её значительно ниже. Это тоже надо понимать, что вот все наши отечественные вакцины, которые входят в национальный календарь профилактических прививок, да, по цене, но в разы ниже, чем, там, скажем, западные образцы. Поэтому, разрабатывая отечественные вакцины, конечно, речь идёт о том, что цена этих вакцин будет значительно ниже, чем сегодня государство закупает для вакцинации, значит, вот по этим заболеваниям. Хотелось бы вот немного ещё про ВПЧ поговорить, потому что в нашей стране, мне кажется, пока девочка, девушка или женщина с этим не столкнулась, с этим заболеванием и с последствиями возможными, никто даже не думает и не тестируется часто на наличие этих вирусов, а на самом деле это очень важно. Вот давайте немножко про это расскажем, потому что я уверена, что большая часть аудитории плохо представляет, зачем прививка от ВПЧ. Ну, конечно, для меня, как человека, который имеет образование, врачебное образование, то есть давно было понятно, что эту прививку нужно наравне с другими вводить в национальный календарь профилактических прививок, и она будет бесплатная. Сейчас действительно цена очень дорогая, и, например, не каждый себе может позволить привиться от этого заболевания. Заболевание вирус папиллом человека, это действительно ведёт к развитию рака шейки матки, и в этом случае поражает достаточно молодой, где-то рождаемый возраст женщин. Поэтому от этого заболевания, и это как бы профилактика, и предупреждение вот этого ракового заболевания, конечно, важна. И в других странах, там, скажем, европейских, Америки, да, это уже давно в эти национальные календари, они эту вакцину ввели. И у нас решение, это есть, нашего Минздрава, о том, чтобы наравне с другими такими прививками, как ротовирусная инфекция, ветрянка, да, уже с 22, 23, 24 годах, вот как раз в 24 году, должны ввести в национальный календарь прививок эти все три вакцины, да. Мы по всем вакцинам сегодня работаем, но вот у нас мы сильно продвинулись как раз по вирусу попилом человека. Эта вакцина будет действительно, ну, как бы, пока только у нас. То есть в этом случае сейчас, когда есть такая возможность ввести вот эти вакцины в национальный календарь профилактических прививок, то они и стали больше говорить, почему она необходима, почему она нужна. И в этом случае, да, это мы защищаем девушек, наших девочек, вот такого вот заболевания, которое, ну, действительно, сегодня молодеет и, значит, поражает все более молодой возраст, и, конечно, больше женского населения. Хотя здесь эта прививка может делаться и мальчикам тоже, потому что они тоже могут поражаться вот этим вирусом. Не в таком, не в таком, как бы, объеме, но тем не менее. Поэтому эта вакцина востребована, и если на отечественном рынке появится именно такая отечественная разработка, то это будет здорово. Ну, как и другие, как ветрянка, как ротовирусная инфекция, то здесь по этим вакцинам также ведется работа, в том числе и нами. И я думаю, что не сомневаюсь, что и по этим двум вакцинам, значит, фарматическая индустрия наша справится и сделает полностью отечественный вариант. Вот по поводу вакцин для национального календаря прививок. Сейчас Нанолек входит в пятерку лидеров среди производителей, но у вас планы амбициозные выйти в лидеры к 2025 году. А вопрос мой такой. Это большая помощь в бизнесе. Это гарантия работы, заказов, финансирования на большой срок вперед. Создает ли это вам уверенность в будущем компании? И не сбавляет ли желание как-то развиваться и искать новые горизонты, когда у тебя вот тут есть все там впереди, достаточно хорошо и красиво все просматривается по экономике? Ну, смотрите, вообще любой бизнес, он выстроен таким образом, что госпоставки продукции, да, составляют где-то, ну, до 20%, то это считается компанией успешной. Остальное это ритейловый рынок, значит, или это экспорт своей продукции, да. Потому что, ну, когда ты зависишь только от госпоставок, да, это считается, ну, как бы всегда риски для компании. Ну, как бы государство закупает сегодня у тебя, завтра может закупать у другого, и в этом случае ты только завязан только на госпоставке, да, и в этом случае есть сложности. Вот, но тем не менее, когда мы ведем речь о создании новых вакцин, и конкретно о национальном календаре профилактических прививок, да, то здесь государству с бизнесом надо сразу договариваться. И мы как раз об этом и говорим, что прежде чем вкладывать эти средства, а мы готовы свои деньги вкладывать, да, мы должны четко определиться, значит, что в каком-то объеме, не обязательно 100%, да, нам должны быть обеспечены гарантии закупа, 30% от, потому что закупа своей продукции, да, остальные могут государство закупать, чтобы конкуренцию какая-то соблюсти, да, у западных партнеров или у других отечественных предприятий, потому что деньги большие, да, чтобы создать одну вакцину и развернуть производство, это 10 миллиардов, не меньше, то есть и где-то года 3-4 там такой работы, да. И в этом случае, когда говорится о том, что вот нужно создавать отечественные вакцины, то в этом случае государство, и мы, и у нас это получается, мы работаем с Минпромторгом, мы работаем с Минздравом, разговариваем с правительством и находим поддержку, чтобы решить вот эти глобальные вопросы для национального календаря прививок, то есть расширение его по тем же вот тем вакцинам, да, ротовирусная, ветрянка, значит, ВПЧ, да, аминго-куковая там еще инфекция, да, чтобы, как все западные страны, там, скажем, европейские, да, иметь уже там, скажем, вот эти все, весь набор профилактических прививок, ну, как бы, это вопрос вот чисто за государственные счеты решить сложно. Поэтому мы готовы деньги вкладывать, но мы должны быть уверены в том, что мы свои деньги отобьем, потому что мы же коммерческая структура, в этом случае государством заключаются какие-то долгосрочные контракты, которые предусматривают, что в течение какого-то определенного количества лет, ну, условно, у каждой организации, которая вложила эти средства, 30% будет закуплено. Мы свой бюджет в этом случае четко и смело составляем, все просчитываем, и все должно получиться. Как раз об этом мы практически договорились, и сейчас только нужно все это каким-то законом предусмотреть, чтобы вот это все, все эти параметры соблюсти. По всем вакцинам, которые сегодня мы занимаемся, и занимаются наши партнеры, в общем, мы уже четко понимаем, какие нам нужны деньги, какие нам нужно дополнительной мощности построить, чтобы вот эту задачу с государством решить. Ну и в этом случае вот решаться тот вопрос, когда есть риски, значит, того, что если не получится там, скажем, с государством выстроить отношения, то в этом случае наш бизнес очень рисковый. Но мы пойдем на это, когда с государством будут эти все вопросы решены. А вот эти долгосрочные контракты по вакцинам, это, ну, примерно какой процент вот у вас в доходности? Понятно, что нельзя на 100% от этого зависеть, да? Ну, смотрите, вот есть офсетные контракты, да, где государство говорит о том, что мы у вас, условно, там на 10 миллиардов в течение какого-то периода вашу продукцию закупим, да, и в этом случае с другой стороны бизнес, ну, через банки, собственные средства, эти деньги вкладывают, тут, кстати, несколько таких офсетных контрактов я знаю, особенно по онкологии в Москве, Москва себе может позволить регион, который может себе позволить. Мы сейчас разговариваем с правительством о том, чтобы сделать такого уровня не региональные, федеральные офсетные контракты, потому что региональные, это может Москва, ну, Санкт-Петербург, да, такие вложения сделать. А здесь, если мы на федеральном уровне договорились, это как раз тот механизм, который позволит вот решить ту задачу и проблему по рискам, которую я вам только что озвучил. А вот если именно про вашу компанию говорить, ну, то есть есть контракты, есть, ну, заказы и долгосрок, и есть некая уверенность, вот, как при этом вы еще себя подталкиваете к тому, чтобы заниматься чем-то новым? Ну, потому что часто хочется успокоиться при таком благополучии. Ну, нет, бизнеса такой не бывает. Вот я смотрю критиков, прессы, вот, фармацевтика, фармацевтические там компании распухли там на производстве противоковидных препаратов. Ну, никто не отрицает, что есть потребность в определенной группе препаратов, и те предприятия, которые готовы были их производить, они их производят, естественно, зарабатывают деньги, в том числе и вакцина, которая спутник, да, она производится сегодня миллионами, десятками миллионов, потому что вакцинировать население надо, как минимум надо 80 миллионов только для России, а еще есть заказы зарубежных, ну, поймите, что вот те деньги, которые зарабатываются, да, они не складываются куда-то в кубышку, они не переводятся куда-то в зарубежье, они идут на развитие. И вот эти вот средства, которые, да, мы получаем от реализации своих препаратов, да, мы обратно вкладываем тоже в развитие, значит, производство. И это бесконечный процесс. И хочется и вот это сделать, и вот это сделать, и вот это, и это направление лекарственных препаратов охватить, и другое направление, там, скажем, та же вот онкология, там, вот. То в этом случае препараты, эти деньги идут на развитие. Сам механизм, смотрите, мы единственная компания, которая сегодня, единственная, кто производит сегодня инактивированную вакцину против полимелита и многокомпонентную вакцину Пентоксим, значит, на российском рынке. Вот. Мы также имеем возможность сегодня инвестировать средства в разработку собственных вакцин, о чем мы говорили. То есть вот процесс идет такой, начинаем, там, скажем, в партнерстве с крупными международными компаниями, да, а, значит, подходим к тому, что со временем у нас появляется достаточно средств, на которые мы можем создать, там, уже мощный центр ранней разработки, который часть денег будет направлена на то, чтобы разрабатывать свои реагинальные препараты, да, на развитие своих мощностей и, значит, вложение средств уже, значит, под производство собственных вакцин полного цикла. Ну, это вот степ-бай-степ, шаг за шагом, и мы решаем эту задачу. Вот, поверьте мне, бизнес, вот в кубушку ничего не складывает. Бизнес – это как спорт, да, хочется достичь, достиг одного результата, хочется еще одного. Азарт уже. Затем другое, да, и в этом случае, вот, это закономерно, это везде так. Ну, вот, все средства, которые зарабатываются, они снова вкладываются в развитие. И вот постоянно нехватка денег, вот, постоянно нехватка. И хочется вот быстрее и сюда больше, но иногда, ну, как бы, есть свои параметры экономической деятельности предприятия, где нельзя, например, брать кредитов больше, чем, скажем, у тебя сегодня объем выручки или, там, производственные мощности. Ну, вот это так. Еще другая ассоциация возникла с ребенком, то есть сначала маленькие ему родители помогают уходить, потом он уже более смелый, потом в институт поступает, получает, не знаю, медицинское образование, становится ученым. Так и вот компания 10 лет. Вам, кстати, вот с человеком какого возраста вы бы сейчас сравнили на налег? Я бы сравнил вообще с младенчеством всю нашу фармацевтическую отрасль, поскольку, ну, вот, после развала Советского Союза, да, у нас практически развалилась и индустрия, особенно по производству субстанций, это вообще в ноль. Вот, фармацевтика еще удержалась на плаву, и благодаря программе ФЦП «Фарма-2020» были взложены колоссальные деньги. Колоссальные деньги, чтобы поддержать фармацевтическую отрасль, и она за эти 30 лет, да, приобрела вот тот размер, который сегодня, который обеспечивает всю практически номенклатуру жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. Это тот стратегический список, который каждая страна обязана производить собственными силами. Не дай бог, и пандемия показала, что вот закроются границы, и вы просто ниоткуда будете лекарственные препараты черпать. А вот в этом случае сегодня фармацевтическая отрасль этически, она это обеспечивает. Ну, и вообще она растет сегодня темпами там 20-30%, ну, 20-25% в год. Если вся отрасль, вы знаете, что промышленность наша где-то на полтора процента, да, то, ну, видны, да, параметры. Но, тем не менее, если сравнивать с такими компаниями, как Санофи, да, там, 100 лет компания, да, наш партнер, там, Мерк, которому 400 лет, да, ну, вот параметры нашего возраста, да, всей отрасли, там, 30 лет, ну, это еще, как бы, детсадовский возраст, это точно. Наша компания 10 лет. За 10 лет мы, конечно, создались не на пустом месте, то есть у нас и опыт, ну, вот сейчас все у меня был опыт строительства завода Макисфарма, который, значит, тоже мы и организовал в свое время, и построил в Москве, да, то есть, если исходить из того, что опыт, мой опыт там в фармацевтике, ну, уже 25 лет, да, то вот могу, если сравнить, говорите, 10 лет, ну, вот нашему предприятию, в связи с нашими сотрудниками, которые пришли вместе со мной частично, да, вот, ну, но все равно, это еще детский сад, хотя уже, вот, школьный период начался, и мы достаточно уже быстро продвигаемся, продвигаемся вперед. Ну, если вот, я говорю, сравнивать с международными фармацевтическими компаниями, конечно, еще детский возраст. Ну, значит, впереди много всего. Ну, да, то есть, мы видим себя, что следующие 10 лет, ну, мы кардинально изменим состояние своей компании, то есть, это будет уже компания, которая будет разрабатывать собственные препараты и продавать их на рынок, не только российский, но и зарубежные рынки. Ну, вот, таким образом мы себя видим в следующие 10 лет. Сразу вот из этой точки несколько вопросов хочется задать, надеюсь, что я их не забуду все. Несколько направлений мысли возникает. Вот сначала тоже про деньги. За 2020 год прибыль на 60% у вас выросла. За счет чего? И какие у вас планы на 2021 год тогда получается? То там тоже 60, 120. И эти 60, это больше ожиданий? Как вот? Ну, смотрите, вот, компании 10 лет, да, но вот твердолекарственные форумы мы запустили в конце 2014 года, а биотехнологические лекарственные препараты производства мы запустили в конце 2016 года. И фармацевтика, она вот зависит от того, как ты составил портфель препаратов, да, и какая маржинальность этих препаратов вообще на сегодняшнем рынке. А рынок быстро меняется. Пока ты разрабатываешь препарат, пока ты его регистрируешь, проходит 3-4 года, да, и в этом случае рынок меняется. Но, тем не менее, все-таки мы постарались так выстроить свой портфель, что у нас, в принципе, все препараты на сегодняшний день дают достаточно хорошую, там, скажем, доходность. И в этом случае мы действительно очень мощно перерастаем. Но, я бы хотел оговориться, вот для таких молодых предприятий, да, вот эти вот размеры роста, они еще и из-за того, что, понимаете, производство не сразу запускается, все я вам назвал, 2014 год или 2016 год, да, мы еще не вышли на свою проектную мощность. И в этом случае, если, например, я скажу, предприятия, которые уже там несколько десятков лет на рынке, да, у них уже очень стабильненько, да, у них никогда не будет такого роста, потому что... То есть это типа эффекта низкой базы, да? Да, конечно. А здесь мы же идем, понимаете, с ноля. То есть в этом случае мы перерастаем каждый год, поскольку мы когда-то начали регистрацию препаратов, да, какие-то попозже выходят, какие-то пораньше, да, но они вот выходят. И в этом случае, пока они выходят, у нас будет этот рост, потому что и у нас мощности еще, например, если твердый лекарственный форум мы сегодня на 100% загрузились, да, и уже по твердым лекарственным форумам у нас как бы такого роста не будет. А по БТП мы еще не полностью загружены, но те препараты, которые мы сегодня выпускаем, да, по сравнению с тем годом, например, скажем, когда у нас еще было совсем немного препаратов, да, мы выросли в этом году. И следующим вырастем еще, потому что у нас целая линейка препаратов, она будет выходить. То есть в этом случае еще зависит от того, что, ну, мы стартовали с ноля. А если, например, предприятие уже на рынке давно, да, у них такого роста никогда не будет. Но это чтобы было понятно, что вот, ну, ожидать от нас еще в течение, там, 5-6 лет, что мы будем такими же темпами расти, ну, наверное, нет. Ну, хотя стремиться к этому надо. Ну, вот 2020 год это будет максимум или по 2021 вы тоже ждете какие-то большие показатели? Ну, мы, ну, прогнозно, да, на самом деле к 2020 году прирастем еще процентов на 40. То есть в этом случае хороший тоже показатель, да. И, наверное, и 2022 год мы прирастем на такую же сумму, да, то есть на такие же проценты. То есть у нас пока на пятилетку вперед хороший рост заложен. Вот смотрите, успешное предприятие, молодое, на старте хорошо еще во все вливаться. Я хочу спросить про кадры. Вы сказали, что вот научными разработками занимается Центр в Москве. Есть ли в планах какой-то вот серьезный научный отдел иметь в Кирове, создать в Кирове, обучить, может быть, в Кирове, да? Куда пойти учиться нынешним молодым людям, чтобы устроиться потом на работу на Нанолег? Ну, смотрите, когда мы вот этот проект рассматривали, да, создание биотехнологического предприятия, то рассматривали еще несколько площадок в разных регионах, вот, и выбрали Киров. И выбрали не просто так, да. В Кирове есть база для того, чтобы обеспечить наше предприятие высококвалифицированными кадрами, да, на тот же ВИАТГУ, да, где есть биотех, у которой есть биотехнологический факультет, да, микробиологический факультет, это самое подразделение, да. То есть в этом случае вот оно, есть медицинский университет, да, тоже как бы сельскохозяйственный университет. Ну, то есть в этом случае и вот мы и делали этот расчет, где нам черпать вот эти кадры, потому что нам нужно высококвалифицированные специалисты. Если говорить об образовательном уровне, да, то у нас московский офис, там, условно, где-то 90% высшее образование, да, в Кирове 50% переваливает. Ну, то есть надо понимать, какого уровня предприятие. И вот мы со студентами же с 4-5 курсов, да, уже их отбираем, приглашаем к себе на практику, и со временем, как бы, когда они заканчивают, мы уже понимаем, кого мы хотели пригласить себе на предприятие работать. То, что касается, вот вы говорите, РНД, да, ранняя разработка, ранняя разработка, это вообще чисто наука, чуть не фундаментально, да. В этом случае у нас вот нет ставки, что вот самим все сделать, да. Мы, там, скажем, это делаем на базе какого-то академических вузов, да, где именно вот эти кадры. Но, занимаясь этими ранними разработками, значит, мы уже, как бы, понимаем, что мы своих специалистов, которых будем, даже здесь, которых будут работать у нас на нашем предприятии, да, если у них, они увлекутся наукой, да, мы знаем, куда их, где они будут дальше повышать свою квалификацию. Вот, но это вот ранняя разработка, а вот трансфер технологий, это тоже разработка, разработка хотя бы тех препаратов, ну, создание биосимиляров, да, иммуномиологической продукции, требует тоже больших затрат и научных изысканий. И это все вот здесь, в Кирове, на заводе. То есть, у нас есть подразделение, которое занимается вот этими трансфером технологий, где идет, скажем, вот, трансфер какой-то вакцины, например, пентоксин, да, значит, где наши специалисты едут, там, скажем, во Францию, обучаются, там, в Санафи, затем они сюда приезжают, потому что создать вакцину и осуществить ее стерильный розлив, это же непростые вещи, даже, которые все понятно и ясно, но, тем не менее, это уже надо обучиться, и вот наши специалисты это все делают. Мы берем практически людей со студенческой скамьи, они проходят у нас, значит, работают в нашем предприятии, посылаем их на обучение, там, скажем, тоже в Германию или там во Францию, после они возвращаются, вот эти компетенции у нас на сегодняшний день достаточно уже выросли. То есть это все делается на предприятии, потому что там производство, там все лаборатории необходимы для того, чтобы обеспечить вот этот трансфер технологии, то есть или создание тех же там биосимиляров. Это все вот есть здесь. Я не говорю вот как раз о ранней разработке, создать вакцину с нуля, там, скажем, про то же ковида, да, но это немножко другие вещи. Здесь этого не сделать, ну, у нас и нет этого к этому стремления. Этим надо заниматься, потому что мы понимаем, что копировать все время чью-то продукцию, да, это вот, ну, как бы не самый лучший путь развития для того, чтобы стать успешной компанией. Успешные компании, они создаются именно... В Китае это не мешает. Ну, конечно, то есть в этом случае конкуренция высокая, вот, а этим надо заниматься. Мы не чисто производственная компания, которая занимается, там, скажем, партнерством с другими компаниями международного класса, да, значит, мы еще и разработческая компания. Но вот мы для себя в стратегии прописали, что надо учиться, учиться и учиться. Поскольку, поскольку нашей компании 10 лет, а фармацевтической отрасли 30 лет, да, то мы понимаем, что в партнерстве с такими компаниями, как Санофи, как Мерк, мы быстро и эффективно перенимаем те компетенции, которые наработаны в международной фарме, мы ее называем Big Pharma, да. То есть это, это вот я считаю, что правильный подход. Понятно, что со временем мы как бы вырастем и станем такой же, возможно, в один ряд с этой Big Pharma. С опорой на хорошие руки. Ну, конечно, опираясь на свой коллектив, на своих выращенных специалистов, которые действительно уже, ну, у нас есть специалист, который работает с основания компаний, это очень хорошо. То есть все время нужно думать о людях, о специалистах. Вот, да, кто-то уходит, но вот мы видим сейчас процесс, да, уезжает в Москву, в Санкт-Петербург, ну, хороший повод, что сказать сегодня, что некоторые возвращаются обратно к нам. То есть у нас, вот вы говорите правильно, есть карьерный рост. Вот мы, например, вот скажем, если по науке, да, есть людям, где дальше заниматься, ну, и мы компания быстро развивающая с точки зрения того, что, возможно, вот это не только здесь производственная площадка. Мы сейчас думаем о том, что, например, мы можем приобрести какие-то компании, возможно, даже за рубежом, да, которые нам позволят развиваться и обеспечивать еще и экспортный потенциал нашей компании. Вот нравится мне говорить про все эти международные дела, поэтому еще вот из той точки, где я хотела, увидела развлепление. Вопрос про био-научно-образовательный центр, биополис, фармкластер, вот это вот все. Красивые слова, плохо представляем, наверное, на практике, что это такое. Но Олег 10 лет и уже возглавляет, является ядром этого биополиса. Вот, что это сейчас, то есть вот прям вот, не знаю, буквально на пальцах это какие-то люди, это договоры между компаниями, там, сотрудничество, что-то такое, да, и во что это превратится в будущем. То есть нам обещают мирового уровня какой-то центр. Что это будет? Ну вот смотрите. Город, куча институтов там. Да, нет, вот смотрите, вот компания, которая сосредоточена, там, скажем, заточена, там, на развитии иммунобиологической продукции, биотеха, да, вот, ну, вот где-то замкнуться сама в себе и что-то произведить, и что-то там делать, ну, невозможно. Мы же находимся в открытом обществе, да, то есть в этом случае нужна помощь, нужна помощь региональных властей, нужна поддержка. И эту поддержку вот так вот приобрести, просто там пошли о чем-то поговорили, но, во-первых, это непонятно. И, значит, почему именно вам, да, вот. И поэтому по, это даже не на, это на опыте других компаний, там, например, скажем, на той же компании Sanofi, которая входит, там, биотехнологический кластер свой, там, значит, в своей же стране, да, В этом случае объединяются силы, там, скажем, в этом направлении сосредотачиваются. И здесь нужно действительно и поддержка, там, скажем, властей, да, нужна поддержка финансовых институтов, и нужна, значит, как бы инициатива, которая должна от кого-то исходить, да. Мы хорошо знаем биотехнологию, мы понимаем, что ее надо развивать, но мы понимаем, что биотехнологии – это специалисты, это люди. И вот, как французский кластер, опыт которого мы изучали биотехнологический, да, они говорят не о развитии самой биотехнологии, они говорят о людях и о качестве их жизни, о том, что нельзя человеку, вот, содержать его жизнь, замкнуть только на каком-то вот производстве. Это, как бы, да, но вот это производство, оно будет качественно и успешно развиваться, если люди будут жить, ну, как бы, жизнью полноценной. То есть это и сопряжены с отдыхом, надо понимать, что куда-то надо пойти, где-то надо, значит, вот, с семьей побыть, да, значит, потом сосредоточиться на своей работе, это все в комплексе. И когда вот мы говорим о том, что нам бы вот этот биотехнологический кластер, а потом мы стали говорить о том, что биополис, да, это как раз и говорится о том, что давайте мы финансовые средства сосредоточим и бросим, как бы, на какую-то точку роста. И вот этот вот биополис, вокруг которого еще будут развиваться, не обязательно наши предприятия, да, а такие же придет инвестор другой биотехнологического направления, да, и мы будем развивать социальную сферу. Ведь и разговор о чем идет? Вот у нас в стратегии записано сделать город Левенцы город-сад. Ну, то есть это локализованное где-то вот в Левенцах? Конечно. Ну, что людям мотаться из Кирова на наши предприятия, все-таки это 40 километров, да? Ну, есть там поселок Левенцы, ведь все правильно, вот этот Киров-200, он развивался вместе с тем, чтобы создать там инфраструктуру. Ее создали, нам просто ее нужно расширить. И мы хотим там строить коттеджное там эконом-жилье, мы там хотим построить культурно-извлекательный комплекс, спортивный комплекс, значит, торговый комплекс, и в этом-то ничего сложного нет. Надо просто для этого объединить ресурсы, да, а сам одна компания это никогда не сделает. Это нужно договориться, получить поддержку правительства, и вот даже те налоги, которые мы платим, да, вы цифру уже называли, да, ну их как-то... Подождите, по налогам нет, но она есть. Да, перераспределить эти... В этом году планы 400 миллионов. Мы эти перераспределить, там, скажем, эти средства так, чтобы развивать вот эту инфраструктуру. Ведь смотрите, любая деятельность, они ради чего-то. И вот наша деятельность биотехнологическая, на самом деле успешная компания, должна понимать о том, чтобы качество жизни наших сотрудников, ну и все, что находится вокруг, оно сразу повышалось. То есть в этом случае я хорошо это представляю и вижу, потому что действительно во Франции это я видел, да. Вот наше биотехнологическое предприятие, у нас есть свои силы, ну, что-то там для своих сотрудников сделать. Но это мало. Нужно построить город-сад. И мы это обязательно сделаем. Вот для этого нам нужен биополис, где действительно поддержка правительства, где бизнес, где наука и финансовые институты, которые готовы в этом участвовать. Но чтобы их всех объединить, нужна какая-то структура. Ну, скажем, Татарстан, да, там у них есть свой, значит... Иннополис, да. Иннополис, да. Но про них говорят, что... Мы ездили туда, мы там все это изучали, пожалуйста. Не хватает там людям культуры кафешек, вот вы про это как раз и говорите. Это все как раз, я и говорю, что это надо все делать сразу. То есть хорошая школа. Почему не сделать там свой Сириус? Ну, это же ничего там в этом нет, а просто туда привлечь, значит, людей, которые бы захотели там жить. А чтобы там захотеть жить... Не обещайте мы, что это через 10 лет у вас появится, да, чтобы оно прямо вот сейчас приезжать и работать. Мы, нет, мы над этим работаем. Почему сейчас встал вопрос, и мы обсуждаем это с правительством, чтобы привлечь дополнительных инвесторов туда, вот, биотехнологического направления, да, ведь стратегии Китерской области, сельское хозяйство, биотехнологии, значит, это стратегические выбранные направления, куда, значит, нужно, значит, направить средства определенные. Потому что я вот как депутат законодательного собрания Кировской области, да, я за то, чтобы вот, ну, затыкать вот эти дыры, это надо, да, там, как бы какие-то проблемы решать. Но в целом нужно сосредоточиться на каких-то точках роста, и вот эти точки роста потом дадут, ну, больший эффект и больше приток все-таки вот этих вот налоговых поступлений. В этом я уверен, потому что вот так вот размазывая вот эти получившие деньги, которые поступают всем поровну, и всем вот это, ну, это неэффективно, то есть это работать не будет. Нужно делать, как бы, точечные вот такие влияния. Ну, вот тот же Татарстан, Иннополис, ну, как бы такси без водителя, да, но это вот уже совершенно новый уровень качественного обеспечения. Вот, и мы к этому будем стремиться. Вот проблемы со школами, проблема, вернее, с учителями, проблема там с медицинскими работниками, да, ну, как бы в большом городе еще она меньше ощущается, да, а где-то вот уже там 40-50-100 километров уже проблема, да. Ну, просто, ну, как бы люди тоже, они же понимают, в большом городе все равно веселее жить, да, значит, надо сделать просто так, чтобы это вот качество жизни, оно было именно в этой точке роста таким, чтобы люди, ну, не испытывали потребность, вот, значит, уехать в город Киров, а потом уехать в Москву или уехать в Санкт-Петербург, ну, сделать так, чтобы вот они там оставались, они жили и жили своей полной, полнокровной жизнью. Ну, вот на это направлены все вот, все те мероприятия, которые мы сегодня пытаемся решить, ну, в том числе через биополис, биокластер и все, что с ним связано, и особо экономическая зона, которая тоже позволит привлечь дополнительных инвесторов, а это, значит, дополнительное поступление в бюджет, это, значит, развитие этой территории, там, скажем, и создание, как бы, повышение качества жизни этих сотрудников. У нас в гостях генеральный директор компании «Нанолек» Михаил Некрасов, времени уже почти не осталось, только на короткий блиц. Надеюсь, емкие, короткие ответы на не очень получившиеся короткие вопросы, но вот как вы относитесь, человек с медицинским образованием, к научпопу, кого-нибудь слушаете из блогеров? Ну, конечно, я сам в Фейсбуке присутствую, у меня своя страничка, я в ней активно участвую, в этом случае, ну, времени практически нет, где-то и что-то там много читать, но иногда я это делаю, и там достаточно, как бы, иногда веселюсь. Кого-нибудь конкретного назовете? Ну, нет, не буду рекламировать никого. Понятно. Может быть, книгу из прочитанных и запомнившихся последних, впечатливших, вспомните? Ну, понимаете, я в последнее время просто что-то, ностальгия такая наступила, да, я вот, опять же, взял, перечитал книгу «Что делать?». Ну, вроде бы казалось, чего там, такая академическая книга, да, школьные программы, но, тем не менее, я вам скажу, что с возрастом вы эту книгу совсем по-другому будете читать и совсем по-другому ее оценивать. Предлагаю всем перечитать, что делать. А записки из подполья после них можно снова тоже у Достоевского как ответ? Ну, вот я просто скажу, что вот о проблеме семьи и брака, да, значит, не знаю, как книга попала, значит, в школьную программу, но, тем не менее, очень глубокое понимание семейных отношений, почему, значит, взаимоотношения женщины и мужчины, и вот это очень глубоко проработанная тема, и именно там можно найти многие ответы сегодняшних семейных неурядиц, каких-то проблем, вот этих вот семейных разводов. Если бы люди прочитали эту книгу, они бы, наверное, все бы немножко по-другому все делали. И там, ну, очень глубокий смысл. — Последний вопрос. Кирову 650 лет скоро. Что бы вы ему в подарок пожелали? Получить, возможно? — Нет, когда я в Кирове, вот мы 11 лет назад, уже почти 12, да, здесь обосновались, вот. Я много, со многими учился в медицинском институте, Пермский государственный медицинский институт, тогда еще в Кирове не было института, да, и как бы была неопределенная квота, да, в Пермском крае для студентов из Кирова, вот. Но вот узнал его так поближе. Что меня вот убивает, это вот, ну, в многих местах депрессивный регион и все такое прочее, ну, вот с этим связано, значит, вот это слово. Ну, просто какая-то, я хочу, и это так будет, что Кирову и Кировской области процветание и развитие на следующие годы, и это, несомненно, произойдет, потому что на сегодняшний день в Кирове очень много делается для того, чтобы люди здесь оставались, здесь работали, не рвались там центральные города, нужно делать там, где ты живешь, где ты родился, вот это все приводить в то качество жизни, которое мы хотим сделать в Лёвенцах. Ну, и чтобы депрессивность на хорошее настроение сменилась. Да, ну, это однозначно, то есть вот это вот слово, чтобы оно исчезло и больше никто о нем не говорил и не вспоминал. На этом закончим, это прекрасно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.